МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Игорь Белышев. Здравствуйте! Привет из Новороссии. Запорожские полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который работал с оккупированной территорией так называемой ЛНР. Промышляли незаконным бизнесом двое молодых мужчин. Сканированные копии магнитных лент и пин-коды приходили к ним по электронной почте. С помощью специального оборудования злоумышленники наносили полученные реквизиты на магнитные ленты чистых карточек. Приезжая в Запорожье, мошенники снимали наличные в банкоматах города. Общий объем оборотных средств каждый месяц составлял несколько миллионов гривен. 21 липня працівниками полиції, прокуратури та Служби безопасности Украины в Запорожькій області было проведено санкционирование и обшуки за место мешканья фигурантов, подчас яких вилучено специальное обладнание, пластиковые карточки, а также грошевые деньги, снятые в остальных оборудах и звездность. Триваю дословое расследование криминального проведения, распочатого за ознаками частины 2 статтей 200 Криминального кодексу Украины. Беда близко. Одному из самых популярных курортов Азовского моря Кирилловке грозит экологическая катастрофа. Уже на протяжении нескольких десятилетий на Косах, где расположены базы отдыха, существует огромная проблема с водоснабжением и канализацией. Последняя и вовсе отсутствует. Некоторые заведения выход из этой ситуации нашли. Они сливают нечистоты прямо в находящийся рядом лиман. Наша съемочная группа совершила рейд по курортной зоне поселка. Реакция администрации, базы отдыха на появление журналистов – далее в сюжете. Курортный сезон в самом разгаре. В этот период количество отдыхающих в Кирилловке достигает 40 тысяч человек. И так ежегодно. Несмотря на то, что здесь отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Некоторые базы отдыха придумали свой выход из ситуации. Проложили под землей трубы и осуществляют выброс нечистот в расположенный неподалеку лиман. Нарушителей выявила комиссия Департамента экологии. Однако будут ли они наказаны – неизвестно. Большинство баз, отдыха, пансионатов пользуются тем, что есть моратории на проверку бизнеса. Есть ряд законных проволочек, которые не позволяют контролирующим органам, органам власти сегодня заходить, проверять и допускать базы отдыха, пансионаты, другие учреждения, которые предоставляют услуги отдыха населению к работе. Мы решили проверить, как устроена канализационная система баз. Первый пункт – одна из крупнейших баз в Кирилловке. Завхоз лично проводит нам экскурсию. Вот одна емкость канализационная, вот вторая. Это канализация, вот выкачиваем машинами, проезжаем. Одна часто. В зависимости от наполнения. От всех душевых и туалетов проведены трубы. По ним нечистоты отправляются в специальные канализационные емкости. Кроме того, в начале сезона здесь установили аппарат, который перерабатывает соленую воду в пресную. Другая ситуация на соседней базе. Купаются люди, все льется на землю, под домиками болото стоит. Ну, он прям под домиком. Вот это души, туалеты в них сливаются. Отправляемся к соседям. А вот мы смотрели соседнюю базу, мы только что ее снимали. И у вас там души? У нас нет силы в любом. А души просто в песок, да? Ну, все остальные на вашей базе. Все попытки получить комментарии, как и просьбы посмотреть систему канализации, не увенчались успехом. Но нам нужно все равно все походить, поснимать, показать. Нет. Вы отказываетесь, да, показать? Спасибо. Отправляемся на еще одну базу. Здесь нас встречают по-особенному. Как устроен у вас отвод канализации? Куда все уходит? Как куда? Выкачка идет. Выкачка? Конечно. Покажите, пожалуйста. Так все, отвалите, ради бога. Возьмите, раскопайте эту самую дорогу и не ебайте мозги. Причина такой агрессии, как призналась администратор одного из пансионатов, страх потерять свой бизнес. Ведь отсутствие канализации для директоров база – огромная проблема. Здесь они выживают как могут. Собирали деньги на канализацию, но воссыны не там, что нет даже проекта. Поэтому мы не можем даже развиваться. Впрочем, в этом году руководство области решило активно взяться за благоустройство поселка. Уже сейчас разрабатывается соответствующий проект. Этот проект, он автономный. То есть там идет водопровод, там идет канализация и там идет также оборудование полигона для бытовых отходов. Стоимость проекта предварительно оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Это, если говорить точно, порядка 35 миллионов долларов. Власти планируют привлечь инвестиции от иностранных компаний. К тому же, сейчас активно ведутся переговоры по созданию рабочей группы, которая займется проверкой и допуском база отдыха к работе. Екатерина Даншина, Юрий Васильченко, Кирилловка, ТВ5. Не заплывайте за буйки. Нынешний летний сезон в Бердянске бьет все рекорды по количеству отдыхающих. Безопасность на воде гостям и жителям города обеспечивают сотрудники коммунального предприятия «Бердянская водолазно-спасательная служба». Их зона ответственности – 70 километров береговой линии. Несколько часов на дежурстве со спасателями провел и наш собственный корреспондент Игорь Стрельцов. Спасательная первая слушает. Так, слушаю. Сколько метров от берега? Есть. Какую сторону? Район. Моторист Артем Зубцов на дежурстве принимает звонки. Только что поступил сигнал. В море уносит человека на надувном матрасе. При таком вызове мы сразу берем с собой аптечку и аппарат дескутинного дыхания. Без них мы выход в море не выходим. Все. Субтитры. И спускаемся к катеру. Пройдя вдоль береговой линии порядка двух километров спасатели обнаруживают отдыхающего на матрасе. Заплывайте по лозозобойке. Будьте аккуратны. Потому что большая волна, вы же видите, запад дует. Не дай бог, отнесет вас. Ну, будьте аккуратны. Вам большая кровь. Хорошего дня. После экстренного вызова катер отправляется дальше. По графику патрулирования прибрежной части Бердянска. Это более семи километров. После трех часов дня спасатели пройдутся по морю еще дважды. После обеда массовый такой наплыв людей на пляже. В это время самая большая для нас работа. И во время сильных отжимных ветров. Когда работает, если здесь работает восточный ветер, то проблема с надувными матрасами, которые их уносят в море. Во время патрулирования катер спасателей подходит к волнорезу, защищающему порт и центральный городской пляж Бердянска. А это наш любимый волнорез. Расстояние от берега до него составляет 800 метров. Это наша любимая дистанция, так как люди любят на спор очень часто плыть до него. Но в основном, как обычно, сил не хватает. И люди на полной дистанции начинают просить помощи. Поэтому катаемся мы здесь. Это самый наш частый маршрут. Благодаря сотрудникам коммунальной службы с начала июня спасли 22 человека. Но не обошлось и без жертв. Трое мужчин утонули, купаясь в запрещенных местах. Павел Васильев, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Главное – верить. 11-летнему Максиму Шевченко еще с рождения медики прогнозировали полную неподвижность и слепоту. Благодаря невероятным усилиям его мамы мальчик не только бегает, но и развивает творческие таланты. Однако Максиму постоянно необходимы лекарственные препараты, средства приобретения которых у этой семьи нет. Подробнее Галина Знаменская. Глядя на маму с сыном гуляющих в парке, никто не представляет, что каждое движение мальчик делает благодаря этой хрупкой женщине с огромной силой воли. Максим родился раньше срока. Ну, все оттуда началось. Кровозрение в мозг, ишемический инсульт, легкие не раскрывались. В общем, теперь последствия. После ишемического инсульта у нас ДЦП, гемипарез на левую сторону парализовала нас. Значит, полуслепота, частичная атрофия зрительных нерапоговых глаз. Из-за того, что у нас была внутритрубная пневмония, нам поставили, вот мы недавно пролежали в больнице в июле месяце, нам поставили бронхиальную астму, у нас проблемы по эндокринологии, желчный пузырь. Основной диагноз Максима – гидроцефалия третьей степени. Медики с рождения малыша утверждали, что он будет лежачий, слепой и немой. Ольга решила не сдаваться и до конца бороться за здоровье сына. Специальные реабилитационные методики, лекарственная терапия, а главное – любовь к ребенку – сделали чудеса. Мы бегаем лучше, чем ходим. Ну, подкрабываем на левую ножку, ну, чуть-чуть ручку левую тянем, ну, чуть-чуть косит левый глазик, ну, оборванное ушко. Ну, мы сидим, ходим, разговариваем и поем, в школу ходим. Максим любит играть, хорошо рисует, обладает отличным вокалом. Он очень любит свою маму и старается ей хоть как-то помочь. Я люблю кушать, готовить. Ну, с мамой грибочки у меня хорошо получаются. Но необходимые Максиму препараты стоят очень дорого. Государственного пособия не только на лекарства, порой и на питание не хватает. Ольга подрабатывает уборщицей в двух местах, сиделкой и домработницей. Но и этого для поддержания организма Максима недостаточно. Но его мама верит, что люди, неравнодушные к чужой беде, обязательно придут на помощь. Как и она, несмотря на такое тяжелое положение, старается помогать волонтерскому движению нескольких благотворительных фондов. Если вы можете помочь с приобретением необходимых лекарств для Максима, позвоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Галина Знаменская, Андрей Снисаренко, ТВ5. Школа не за горами. Традиционно перед началом нового учебного года детские поликлиники переполнены родителями с детьми, желающими сдать пробу РУФЕ. Напомним, с 2009 года, согласно постановлению Минздрава, она обязательно для всех школьников. Ребенок после измерения артериального давления должен за 45 секунд сделать 30 приседаний. Если после этого давление не соответствует специальным показателям, ученику назначается медицинское обследование и определяется группа нагрузки на уроках физкультуры. Пробу РУФЕ можно пройти на протяжении года, но многие родители откладывают это на конец августа. Чтобы упростить процесс, в городских центрах первичной медико-санитарной помощи ввели самозапись и талонную систему приема. Бесспорно, талонная система, самозапись, это очень удобно. Родители знают, что у него есть на руках талон, на 8-15 он приходит и в 8-15 он попадает к доктору. Есть скрытые заболевания, которые именно пробу РУФЕ наталкивает врача подумать, поискать, а родителям обратить внимание, что не все благополучно с ребенком. Нет известий от Дагона. Чтением пьесы одного из запорожских драматургов открылся в областном центре фестиваль «Дни украинской драмы». Он стал неофициальным стартом крупного культурно-просветительского форума «С краины в Украину», который на днях пройдет в Запорожье. Подробнее о необычной пьесе и о самом фестивале в сюжете Оксаны Заводовской. Прямо выехать из нашего полота, я буду прославливаться. Пьесой «Нет известий от Дагона» начался трехдневный фестиваль «Дни украинской драмы» в Запорожье. Он впервые стартовал в городе. Главный герой – мэр Геническо, история о котором заинтересовала автора пьесы Олеся Барлига. В мережі вибухнув мем «Мэр Геническо». Тоді, власне, вирувала в информационному просторі оцей фейк, що мер Геническо начебто зателефонував Путіну. І з цього багато жартували. Виникло багато фото жаб, багато всяких різних приколів. Медіа спільнота активно з цього жартувала. І я як людина, яка пов'язана якимось чином з Геническою, у мене там є родичі, і я там часто буваю майже щороку, я відгукнувся на це буквально миттєво. І мені говорили, що з цього не вийде нічого цікавого. В самой же пьесі переплетається сразу нескільки сюжетних ліній. Начинаю від человеческої обреченності і заканчиваю проблемами маленького курортного городка. Люди в таких маленьких містечках біля моря, вони змушені виживати в курортні умови, тому що немає жодної інфраструктури. І все, що вони зароблять влітку, не відпочиваючи, завдяки цьому їм треба буде вижити до наступного курортного сезону. Кожен міг побачити свою ідею. Для нас ми так вирішили, якось, не знаю, обговорюючи з режисером постановником, з Денисом Астафівим, що, мабуть, це про всіх нас. Про те, що колись ми самі думали, що ніколи з нами не станеться те, що зараз сталося, що ніколи не відріжуть Крим, ніколи не будуть бойни на Донбасі, ніколи нас цього не торкнеться, нічого. І ніколи не буде таких міст, як Генничський, які дійсно живуть три місяці за цілий рік. А вот человеческу обреченность режиссер п'єси аллегорично показав в последній сцені, коли міфічний Бог Дагон потянув всіх в свої сети. Це режиссерський хід, і я так розумію, що це означає, що ця приреченість, цей Дагон тримає все одно всіх, від нього втекти неможливо. Він піймав всіх на гачок. Дні української драми проходять в Запорожжі в рамках фестиваля «С країни в Україну», офіційне відкриття которого стартують уже в ці вихідні. «С країни в Україну охоплює багато міст. Протягом з червня по липень вони їздять. Організатори київської команди їздять по містах України, організовують там. І на місці місцева команда організовує якусь свою частину фестивалю. Ми придумали це як спецпроєкт театральний в межах цього фестивалю. І він трошки раніше за фестиваль починається». В інших містах, де до цього проходив фестиваль «С країни в Україну», таких театральних площадок, як в Запорожжі, не було. Сегодня і завтра чтення п'єс продолжиться. Оксана Заводовська, Руслан Шевченко, ТВ5. І це все новисти к данному часу вже в 19.00. Смотрите. Сквер вместо мусора. В Запорожжі об'явили війну стихійним ствалком. Мєд, як золотой запас страны. Чого требують от президента запорожські пчеловоды? Каникулы в спортзале. Як віддыхають запорожські борці? Ідеї для ваших летніх каникул сразу через несколько минут после выпуска новостей в програмі «Мастер путешествий на ТВ5». І напомінаю, актуальні новости города і області ви всегда можете найти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії роботи Олег Белышев. Увидимся в 19.00. Олег Белышев.